Всем привет, меня зовут Егор. В Польше я нахожусь уже два месяца. Помогло мне сюда приехать агентство. Нашел на сайте Евроиди24. Сделали мне приглашение буквально за месяц. Да, расскажи, пожалуйста, про свою вакансию, где ты работаешь, сколько часов ты работаешь. Работаю я на складе по 12 часов, 5 через 2. Коллектив хороший, много русскоязычных людей, поляки все равно понимают русский. А зарплата, можешь рассказать по поводу своей зарплаты? Сколько в месяц ты получаешь, сколько часов ты работаешь в месяц? В месяц я работаю примерно 220 часов, получаю 1200 евро. Меня заработная плата, в принципе, устраивает. Снимаю квартиру, с жильем проблем нет. Фирма предоставляет жилье, хостел, но я сейчас переехал, снял квартиру. Ну, решил жить отдельно. А скажи, пожалуйста, про хостел. Какая стоимость за хостел? Там, по-моему, не нужно никакой кауции платить, потому что, когда квартиру снимаешь, нужно кауцию, первый и последний месяц платить. Расскажи про хостел. Условия жилья, в принципе, нормальные. 2-4 человека в комнате, санузел, туалет, душ. А цена какая за хостел? 600 злотых снимают заработные платы, поэтому очень удобно. Расскажи, где ты был, какие города посещал? Что тебе нравится в Польше, что тебе не нравится в Польше? Был я в Плотске. Ну, что-то, я тут пока мало времени нахожусь, поэтому особо не успел. Тут в Варшаву еще ходить и ходить. Изучаешь. Да, да, да. Все, в принципе, мне нравится в Польше. Люди тоже хорошие. Ну, вот на работе, например. То есть все объяснят, если там что-то не понимаешь по-польскому, все объяснят, покажут. Главное, запомнить слова неразумием, и все нормально, тебе все расскажут, покажут. Понятно. Может, есть у тебя какие-то пожелания, какие-то рекомендации нашим? В связи с этой ситуацией с коронавирусом ничего особо не работает. Все начало закрываться. Но курьерская служба начала процветать, поэтому все отлично. Ну, супер. То есть всегда у тебя будет работа. То есть не попадешь ни под какое сокращение, ничего не случится. Это реально очень востребована и очень актуальна вакансия сейчас. Работники склада, работники курьерских доставок. Ну, супер. Ребят, на примере Егора мы можем со смелостью сказать, что не бойтесь приезжать. Приезжайте. Здесь очень много русскоязычных ребят, которые приезжают уже без знания языка, без квартиры. То есть фирма все поможет, все предоставит, только главное ваше желание. Все верно сказано. Обращайтесь в агентство, ребята помогут. Я обратился, не прогадал, вот я в Польше работаю, зарабатываю. Обращайтесь к лучшим, мы вам поможем, мы решим любые ваши проблемы. Всего хорошего. До скорых встреч.